Подобные конкурсы проводятся и сейчас у нас активно начало подниматься гражданское общество. Вы, наверное, знаете о том, что у нас в октябре прошли выборы президентские. Это первые выборы за всю историю президентства Александра Лукашенко, которые Европа, пускай не полностью, но признала. Да, пошли на какие-то уступки, но, наверное, надо было на это идти, потому что рейтинг был настолько высок, что даже если все отпустите, дать им делайте, что хотите, другого результата не будет. Потому что та стабильность, которая на каких-то этапах критиковалась, дайте нам большие деньги, большие возможности, но иногда это идет в ущерб государственности, безопасности и стабильности. И вот этот баланс, да, его постоянно надо поддерживать, он не константа, он меняется, потому что мы развиваемся, развивается страна, экономика развивает, а экономика это первично, это фундамент. Если фундамент есть, политическую настройку можно делать любую, самую радужную, красивую, но если его нет, если ты супер настройку сделаешь, она все равно рухнет, развалится. И вот потому здесь, когда этот баланс пытаются найти и более-менее успешно, тогда есть успех. Такие конкурсы проводятся, почему я сказал гражданскому обществу, сейчас у нас руководитель комсомола стал замглавой администрации президента. И настолько молодежное движение вовлечено, сейчас у нас несколько молодых министров, которым даже 40 нету. То есть пошла тенденция молодым давать возможность, как говорят, грубо порулить, потому что у них немного другое видение. А почему бы и нет? Ну, когда есть слияние опыта, таланта, молодости и, прежде всего, профессионализма, тогда, наверное, будет результат. Спасибо, коллеги.